Я думаю, что на сегодняшний день, наверное, в прессе важно слышать открытость, как будет работать депутатский корпус, открытость лично моя, как глава муниципального образования. Я готова сегодня ответить на любые все ваши вопросы. Больше 20 вопросов из разных сфер задали председатели Рязанской городской думы. Журналисты из практически всех городских СМИ спрашивали про больные места города, общественный транспорт и о том, как сама глава муниципального образования относится к женщинам во власти. Один из самых острых вопросов – это платные парковки в центре города. Юлия Рокотянская отметила, как плюсы, так и минусы проекта. Здесь есть часть парковок, которая бесплатна для социально незащищенных групп нашего населения. И при этом обеспечивается еще доход бюджет за этот период вместе со штрафными санкциями, а не просто за плату, бюджет города поступило 6,7 миллионов рублей. Понимаете, то есть здесь есть вопросы, что мы можем совершенствовать, но, конечно, будем опираться на мнение горожан, чтобы устраивалось, наверное, четко конструктивное решение и власти, и людей. Другая важная сторона вопроса – это доступные парковки во дворах. Проект, который так и не доведен до конца. Юлия Рокотянская ответила, что проблема здесь в подрядчиках. Вопрос этот постараются решить оперативно. Стоит ждать и изменений в общественном транспорте. В Рязани можно заметить новые модели автобусов и троллейбусов с пониженным уровнем хода. Сделано это для людей с ограниченными возможностями здоровья – имам с колясками. А в ближайшее время появится новая схема развития общественного транспорта. Сформируют ее и, согласно новым данным, о загруженности маршрутов и обращению рязанцев. Другая больная точка города – это освещение. Именно с этими проблемами люди чаще всего обращаются к депутатам. Большинство просьб было по освещению. Я лично выехала на прошлой неделе, посмотрела, да, как проводились работы по освещению на Московском районе. Мой родной район, где я прожила. После моего посещения на следующий день на трех улицах фонари достаточного количества были поставлены. Обратную свечу я вижу только от жителей, которые мне пишут, опять же, в текстовых сетях о том, что спасибо, эта работа была проведена. Коснулись и темы благоустройства дворов и парков. Работа здесь активно ведется. А вот с жилыми застройками в городе проблема другая. Постоянно меняется генеральный план Рязани из-за появления новых многоэтажек. Притом застройка ведется точечная. Юлия Рокотянская заявила, что она против таковой. К тому же глава муниципального образования постарается сохранить исторический облик города. По ее словам, человека характеризует и его духовность. Журналисты отметили, что председатель Рязанской городской думы очень часто выезжает по разным адресам и сообращений граждан. Юлия Рокотянская подтвердила этот факт, добавив, что реагирует на все заявления. «Стараюсь изменить все к лучшему», – заявила она. Были и вопросы, которые касались только главы муниципального образования. Например, как отнеслись родные к ее новой должности. Она ответила, что поддержали. Другой вопрос был об отношении к женщинам во власти. Здесь Юлия Рокотянская сказала, что никогда не разделяла эту должность на мужскую или женскую. Улучшать город в лучшую сторону – это профессия универсальная. Напоследок спросили, как она относится к другой значимой Рязанке – Надежде Чумаковой. Юлия Рокотянская ответила, что старается брать с нее пример. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.